Действительно, настигнет ли наказание Януковича? Онастигнет. Будет ли военный открытый конфликт на Востоке? Ну, я бы молился Богу, чтобы его не было. Четкий, содержательный вопрос. Все напряглись. Так. Да? Да. У-у-у! Всем привет! Меня зовут Юра Третьяга. Это People Life, программа, которая заслуживает вашего времени. А у нас сегодня гуру Юрий Алексеевич Миров. Здравствуйте! Всем приветствую! Здравствуй! И сегодня поговорим не только о предсказательных техниках и попробуем ответить на вопросы и заглянуть в будущее событийного ряда, но и попробуем ответить на вопрос, как людям быть в этот кризисный период в плане, вот знаете, вот осень всегда такое тяжелое для психоэмоционального состояния время, когда нужно людям помогать, выручать, давать какие-то техники. В частности, это будет касаться и почему не складываются отношения и у мужчин, и у женщин, и затруднения в этот период может быть и просто тяжело, и солнца меньше, и так далее, и так далее. Но перед этим все-таки по пражни хотелось бы сразу задать несколько вопросов, потому что назревают такие события, которые вызывают у людей интерес местами, иногда тревогу и так далее. Ну, давайте первый вопрос, самый такой злободневный. У нас в стране есть такой геолероз, который немножечко прижимает, притесняет, катит бочку на власть. Давайте так назовем это. Кто прав, кто не прав, это пусть разбирается время, а потом уже историки, а может быть и до суда дело дойдет. Но сегодня заговорили в кулуарах о том, что такие вещи не прощаются, и со временем это может привести к физическому устранению данного народного депутата. Поэтому вот сразу вопрос. Первый вопрос. Действительно, приведет ли его поведение к самым страшным, не дай бог, событиям? К очень большим проблемам у геолероза? Геолероза. Смотрим. Так, один себе. Я просто сразу скажу, что в кулуарах заговорили о том, что за такие вещи, которые не прощаются, могут их физически устранить. Но я гео знаю очень много лет, мы с ним чуть ли не выросли вместе. Поэтому, ну, как бы это очень бы не хотелось бы. Сил не хватит устранить его. Сил устранить его не хватит. Окей, хорошо принято. Будут ли у него проблемы судебного характера? Сейчас посмотрим. Суды, может, какие-то. Ну, каким-то таким образом его могут притеснять. Ну, там, либо, не дай бог, тюрьма заключения. Давайте вот так еще посмотрим. Да, последствия будут. Не такие серьезные, последствия будут. Ну, какого плана это может быть? Что-то связано с судами, либо... Вот, что ты спросил, а то и ответил. Что-то там имею в виду, я не знаю. А я так и спросил. Первое, это судебное... То есть, суды будут ли. И второе, тюрьма. Ну, так и спросил. То есть, последствия какие-то в плане... Ну, судебное разбирательство и сойдет на нет за 2-3 года? Или реально его могут прям аж до суда, до посадки? Ну, давайте молиться Богу будем, чтобы не дошел до посадки. Это интересно. А вот еще одна новость опять выдвигает обвинение, уже новое, экс-президенту Януковичу. И, ну, понимаете, да, что это без него там что-то подают, что-то... А тут кулуарные слухи, сплетни, значит, сказали, что видели его, не называя дату, в районе... То ли Барвихи, где-то вот там, вот в Подмосковье видели его. Ну... Ну, не суть где там. Вопрос в другом. Действительно, настигнет ли наказание Януковича? Потому что тут приговоры вносят, суд идет, а его нет. Так вот, избежит ли он наказания, либо суд и наказание его настигнет? А настигнет. Интересно. Я напомню, что Янукович вместе с бывшими... Это вот цитата. Вместе с бывшими чиновниками МВД СБУ руководил организованной преступной группой. Ну, вот в этом ключе к нему вопросы. Хорошо. Еще одно мнение и тезис был, что Януковича погубили сыновья. Что на самом деле... Что на самом деле, вот просто интересно, вот что вы скажете по этому поводу, так ли это, или это просто его карма, судьба, и те знаки, которые ему прилетали уже перед его бегством, уже подталкивали и подсказывали, что таки да, вот уже конец близок. Нет, не сыновья. А тут его окружения. Мы с вами говорили и с Людмилой Ахмутовской здесь, в этой студии, говорили про то, что могут ли приподзакрыть нашу страну от внешнего мира. И появилась новость о том, что Украину исключили из зеленой зоны ЕС, но министерство говорит, что нет повода для беспокойств, не волнуйтесь. Ну как же не волноваться, если ЕС из зеленой зоны нас убрали. Поэтому вопрос из двух частей, будут ли сложности с поездками... Юра, Юра, давай по очереди, не надо из двух частей, давай по одному, хорошо? Будут ли сложности с поездками в Европу, закроют ли границы? Ну это просто немножко два разных вопроса, но смысл один тот же. Да нет, должно как-то все вырулиться. Может не сразу, но вырулиться все. То есть переживать не стоит? Угу. Это тот случай, когда и министр сказал то же самое, и вы подтвердили его мысль, да? Мы с ним заодно. Я правда не знаю даже кто он, к сожалению, а он в счастье. Да, да, да. Окей, следующий вопрос. У нас все-таки переходят на дистанционное образование, и с каждым днем цифры растут, оно и понятно. Температурный режим снижается, иммунитет падает, солнца меньше. Но мы знаем, что это физиологические процессы, когда на улице становится холоднее, на улице суровее условия, здоровье людей, соответственно, подвергается испытанию новому, такому циклическому. И, конечно же, иммунитет должен тренироваться в борьбе против новых вызовов. И, соответственно, с этим-то может быть, поэтому и растут те самые показатели, из-за которых опять-таки могут быть сложности. И по этому поводу вопрос, так ли все плохо. И будет ли опять клетка для всех нас, потому что пока что это особо не чувствуется. Но волнение на улицах уже есть. С глобальным лапдаун, в смысле, да? Да. Пока вы смотрите, предпосылка, вот зрители, многие не понимают, что я много говорю. Потому что в перерывах, пока Юрий Алексеевич смотрит ответы, бывают паузы. И их как бы, чтобы не сидеть в тишине молча, ну вот я их заполняю. Потому что мы практически без монтажа работаем, это как прямой эфир у нас. Да нет, не будет полного лапдауна. Не будет. Я почему спрашиваю, это следующий вопрос, подвожу к следующему вопросу. Потому что есть предпосылки на то, что будут люди выходить на улицу, людей могут поднять, вывести. И там уже дальше, что там будут требовать, это уже не суть. Тут главное, вот знаете, искру дать. Под каким? Ну, например, если нет того QR-кода, паспорта, либо компота, то даже нельзя там в метро зайти. Понимаете? Ну, то есть, извините. Я сегодня, кстати, проезжал мимо одного из таких пунктов. Там такая длинная очередь стояла. Я так подумал, вау, хорошо, что как бы едешь за рулем, и тебя это особо не касается. Но если бы мне завтра сказали, что извините, вам даже не пустят в маршрутку, в такси, ой, точнее, в автобусы и метро, то действительно это была бы проблема. А как? Что, пешком ходить теперь? Ну, то есть это, или на самокате в мороз ездить? Ну, реально, что делать? Поэтому людей вывести будет с каждым днем все проще и проще на улице. И, соответственно, если поднимать тарифы, да, в принципе, все что угодно можно будет принимать, потому что, закрыв людей, ну, что? Поэтому очень важный вот этот вопрос, закроют ли людей. Потому что, если нет, они же ведь могут взять верх, и зачем нам бунт на корабле? Окей. Закон про олигархов. Вроде как отправили на подписание, но пока что он еще не подписан. Подпишут ли этот исторический закон в нашей стране, который еще несколькими годами ранее был просто из серии «Фантастика. Шестой этаж». Как думаете? Давайте посмотрим. Закон об олигархах. Ну, что-то как-то не очень, думаю, это все равно подписывается. А можно хоть что за закон, хоть любопытно чисто? Да. Представитель Верховной Рады, Руслан Стефанчук, подписал законопроект об олигархах и направил его на утверждение президенту. Рада приняла законопроект об олигархах 23 сентября. Но с взаимоисключающими правками, и поэтому он был переотправлен, потом обратно вернули, подписали, и сейчас вроде как все. Поэтому, ну, там смысл в том, чтобы бороться с олигархатом. То есть смысл в том, чтобы избавляться от вот этих вот, я даже не знаю, как их назвать, ну, очень властных людей. То есть у них очень много ресурсов, им реально подконтрольны, там, например, областные, облэнерго, да, там, и прочее, прочее, прочее. Да им много чего принадлежит, слушается, там, от сетей, заправочных станций, и, да. Дианин Прашный, в шестом доме, будет очень много препятствий, то есть, может, оно, конечно, и с прокати, но будет очень много препятствий на пути этого закона, в реакции. Очень будет тяжело, и даже если его примут, он не реализуется никогда, потому что от закона до подзаконных актов там пропасти будут. Поэтому много препятствий на пути этого закона. Тревожные новости... Тревожные новости с Востока, опять была стрельба, и ВСУ потерь пока нет, ну, вот, с состоянием на сегодня, на 9 утра, вот, те новости, которые у меня есть. Но, вот, сама вот эта история, подоплека, вот это нагнетание, новостные ленты, они вносят такую, не то, что смуту, а такую... Ну, вы понимаете, мы бы очень не хотели, чтобы это был открытый военный конфликт, потому что, знаете, нет воды, туши бензином называется. То есть, как бы, лучше, вот, чтобы не разжигать, так тут же Америка, помощница, привезла, навезла ракет, мы говорим, мы против войны. Она говорит, не проблема, вот вам ракеты, пожалуйста. Ну, понимаете, да? Будет ли военный открытый конфликт на Востоке? Давайте ближайшие два месяца хотя бы. Ну, я бы молился Богу, чтобы его не было. С одной стороны, ответ ни да, ни нет, но с другой стороны, между строк можно прочитать. Можно, да, ну, реально. Ну, просто помилостив Господа, все может быть хорошо, то есть, от нашего бога сессии зависит. Но показателей по праше не очень. Общий вопрос к вам, как к психологу, перед тем, как мы продолжим праше, предсказательные практики, техники. Вот, как вы считаете, если взять все человечество, все население, которое сталкивается с таким периодом непростым, когда становится реально холодно, повышается апатия, меньше солнца, да? Ну, и в целом, ну, это такой период, всегда после лета наступает такая поздняя осень, но еще не зима, тяжело. Что вы можете порекомендовать, как себя вести, что делать, какие смягчающие методы, техники помогают людям адаптироваться, пережить этот сложный кризисный период и воспрять духом? У каждой жизни есть свое солнышко внутреннее, его надо просто найти. Для кого-то это было, потому что еще, но солнце должно быть внутри, тогда будет всегда солнечным, будет всегда летом внутри. Так, и все? Юрий Алексеевич, вы можете больше, давайте, я вас верю. Ну, если брать практически, то на самом деле нужно найти источники счастья, на самом деле. Для кого это что может быть? То есть, да, внешние факторы, но нас не будет сильно лететь, если у нас есть внутренние источники счастья. Для кого-то любимая работа, для кого-то это семья, что-то такое, что греет изнутри. Любовь греет, любовь к чему-то, к любой профессии, к деятельности, это то, что греть всегда, будет освещать нашу жизнь внутри. Это все просто, на самом деле. Просто надо найти именно что-то свое, что будет всегда светить изнутри. И осенью, и зимой, и холодной, и когда угодно. То есть, например, если меня очень греет Мальдивы, то мне нужно их найти и улететь, да? Вы про это? Нет, ну, внутренние источники. Мальдивы, это не от нас не всегда зависит, если деньги не проблема, можно туда улететь. Просто нужно быть счастливым. Кто-то счастлив в работе, кто-то счастлив в отношениях, в чем-то. Всегда есть кусочек счастья внутри, надо просто его найти. У каждого он свой, по-разному. Вопрос. Если источник счастья и радости – деньги, просто надо найти деньги. Так можно? Деньги, Юра, деньги – это символы. Это просто знаки символов, а ни о чем. Помните Робинзона Крозе? Деньги там были ни о чем. Деньги символизируют что-то, какие-то ценности. Для кого-то деньги – это книги, знания. Для кого-то это женщины или мужчины. Для кого-то это… То есть, деньги – это символы. И иметь вот эти значимые штуки, иметь деньги – это не одно и то же. Поэтому надо найти именно не символы внешние, а именно то, что за ним стоит. А это можно, это не так все сложно, как правильно. Вот я же сижу и на себя это меряю. То есть, надо найти. Я вот сижу и думаю, вот надо найти, а что? Ну там, что радует? Для тебя деньги – это что? Вот что тебе дают деньги? Нет, для меня, я знаете, что понял? Я вот последнее время, например, вот честно, я вчера закончил кушать в 2 часа ночи. Я вот как пришел домой с 9, по-моему, или полдесятого вечера, с полдесятого вечера до 2 часов ночи я беспрестанно ел. И потом, когда меня уже начало… Вот просто я уснул и проснулся опухший. Ну это такой кайф для меня – кушать, это просто. Кушать мне нужно, остальное не нужно. Я люблю кушать, я кушаю. Но я понимаю, что я уже столько кушаю, что я в кадр не помещусь. Так вот вопрос. Я правильно… Доктор, я правильно все делаю? Это мой лучик счастья внутри меня? Я нашел его? Или это что-то я сбился с пути? То есть, можно подумать. Во-первых, кушать можно получать те же насыжения, но не в всех объемах. Первый вариант. Второй вариант – вопрос такой. А почему, с какого перепугу надо столько есть? Скорее всего, может быть. Гипотеза, я же не знаю, пока гипотезы. Вот стресс какой. Это вопрос того, как еще можно получить то, что ты получаешь резину. Я должен был поесть, я заедаю стресс. Но, правда, не так много, я не всю и ночь. Я могу есть по чуть-чуть, там, грызть, например, консультацию переводить, там, три часа грызть виноград или еще что-то вкусненькое. Я тоже буду поесть. Грызть по кайфу. Ну, смотри, все просто на самом деле. Счастье, оно не такое сложное. Да, так вот видите, в этом-то и проблема. Но, судя по статистике, сколько продают антидепрессантов, не все так просто, как оказывается. Поэтому стоит, ну, обращайтесь ко мне, посмотрим, подумаем, то есть, чем заменить антидепрессанты. Есть, могут быть, реально серьезные проблемы. То есть, смотри, если есть травмы серьезные, надо лечить травмы, тебе не будет не до солнышка, просто когда у тебя там переломы, залечиваю, гипс поставить. А если травмы нет, если в целом все неплохо, то можно просто в позитиве найти себя, самоактуализация выступает тогда. А если есть травмы, то аспиранты залечить травмы. Я тоже верю. Ага, понятно. Очень не до самоактуализации. Но я обязательно к вам приду на лечение, потому что я вчера проснулся, знаете, как вот пелена, когда подошел к холодильнику и пришел в себя в 2 часа ночи, в одной руке, значит, кусок селедки и еще рыба. Я съел полкилограмма селедки вчера, еще после этого, это уже был третий раз за вечер. И когда я понял, что, мама, мне хана, ну я понял, что, ну как, куда теперь? Я понял, что все, надо срочно положить все и идти спать. А как спать? Объелся, не спится вообще-то? Вот. Ну ладно, бог с ним. Сейчас мы хотели бы порадовать наших футбольных фанатов, потому что вы нам попрошите прямо сейчас попробовать и дать ответ. Решающий матч чемпионата мира. Будет ли Украина играть в Катаре в 22-м году? Выйдет ли сборная Украины туда? Такой четкий, содержательный вопрос. Все напряглись, футбольные фанаты. Тогда, походу, что будет. А что там будет в Катаре? Я просто словом, Юр, хоть ты мне хоть развети. Чемпионат мира по футболу, выйдет ли Украина в следующий, точнее, решающий матч чемпионата мира будет, и если мы все-таки проходим, выигрываем, то мы едем в Катаре и будем играть в 22-м году. Произойдет ли это событие? Да, нет? Ну вот, похоже, что да. Похоже, что да. Не, я не сказал, что да, просто понять, что это такое будет. Дорогие друзья, я отвечаю слепую. Я не знаю, что у вас в Украине происходит абсолютно. То есть я смотрю на звезды. Флагманский корабль 6-го флота США вошел в Черное море, и в Российской Федерации заявили, что пристально следят за ним. Не дай боже, не дай боже, это, знаете, как провокации. Как думаете, просто, ну, зашел и вышел, или зашел и... А там же Российский флот, на секундочку, это же Черное море. Хотя там и Турецкий флот, не суть. Черное море большое, так, для тех, кто не в курсе, это не значит, что там... Это не ванная, да, это море. Вот. То есть если он дойдет до тех самых территорий, которые под контрольной РФ, тогда да, там... Они обязаны будут принимать меры. Но пока что это просто... Они наблюдают. Нет, просто напряжение будет, наверное. Ага, хорошо, хорошо. Ну, что-то просто... Нервы пощепочутся всем. Вопрос от подписчиков. Боятся, переживают люди, что это... Вот, кстати, простите, я недавно был в храме за городом, и примерно 150 километров от больших мегаполисов. То есть в округе ничего нет. Маленькие деревушки, такие аскеты живут там. И я вот шел просто, и стоит обычный мужик. И мужик говорит... Просто стоит и говорит, какой будет погода там завтра. И такой говорит, вот, я вижу там... И говорит, какая будет погода. Я так удивился. Обычный мужик вот на улице стоит. Он знает больше про погоду, чем гидрометцентр и прочее. Потому что наши говорят, что предсказать погоду более чем на короткий промежуток невозможно. Но каким-то образом люди, которые живут в деревне, прекрасно у них все получается. И они решили проверить и задали такой вопрос. Спроси, пожалуйста, что же там с заморозками? Будет ли та самая зима, которая э-э-э, и нужно будет уже как-то готовиться, будут реальные заморозки прям... Ой-ой-ой. Лопаться трубы. Ну вот классика, да? Потому что... Либо это будет мягкая зима. И вообще не парьтесь, ну, не прячьте осенние куртки. Ну, не будет синих борозов, таких крутых не будет. Да вы что? Ну, так что лопались трубы, такой вот пипец, его не будет. Вы знаете, что была новая провокация, и заявила Польша, что на ее территорию вторглась группа вооруженных белорусских нелегалов, и Варшава протестует и говорит, что режим Лукашенко тестирует прочность наших границ, и они там чуть ли не диверсии, и прочее-прочее-прочее готовят и так далее. Ну, одно дело заявить, другое дело, как на самом деле. Давайте посмотрим, как на самом деле. Действительно ли эта спецоперация Белоруссии через границу Польши? Нет, не оно. То есть это их выдумки? Угу. А вы слышали по поводу того, что ВОЗ спрогнозировал окончание волшебства? Угу. И они по прогнозу... Не слышал. Не слышали. Ну, может быть, я буду одним из первых, кто это говорит, но что получится взять под контроль вот это волшебство, окутавшее планету, уже к концу 22-го года. Давайте посмотрим, так ли это. Это заявление ВОЗ. Это на секундочку... Так... Так. Да? Да. У-у-у! Открывай вакцину! Я напомню, цитата, существенная тенденция показывает, что... Тьфу-ты... Существующая тенденция показывает, что массовая нация неуклонно ослабляет штамм дельты и его способность к мутации. Таким образом... Ну, то есть они как бы воодушевляют, что э-э-э-эй, давайте все начпокаемся вот этими штучками и... И... Ура! Мутации прекратятся. Да, и вирус такой... А-а-а! А-а-а! Это же модерна! У-а-а-а! Я перестаю мутировать! У-у-у! То есть... Вот я сейчас серьезно... Ну, вот... Ну, реально... Ну, вы понимаете, к чему это ведет, да? Я ответил серьезно совершенно. Ну, то есть ВОЗ заявляет, что вот эта вот история... О, слушайте, я как рыба сейчас. Да, 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 да. Вот эта штука ослабляет мутацию вируса. У-у-у! 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 Да, но сойдет, да. Ну, правда. Слушайте, вот как человек с достаточно высоким IQ и окончивший политех с отличием, ну, как-то оно... Ну, больше в прошлой жизни верится, там, типа, что можно узнать точно, кем ты был, там, ну, вот это в это больше. Я вам сейчас скажу, я не то, что не особо в это верю, но я так скептически к этому отношусь, потому что даже если докажешь, ну, как бы, so what? Ну, то есть, как бы, можно, да, но стопроцентно заявлять, что каждого человека можно отыскать, кем он был в прошлой жизни, ну, такая себе история. Может, человек вообще залетел сюда из другой галактики, из другого измерения, душа пришла. Каждый не обратится. Однозначно. А верите ли вы, что не только реинкарнация есть, и мы из прошлой жизни в эту перекинулись, только тушку поменяли, тело поменяли, вот этот мясной мешок поменяли? Или мы могли реально с других планет, с других измерений, может быть, мы из духовного, так называемого, мира сюда прилетели? Да, может быть, из других планет, и может, из духовного мира. На самом деле, все отсюда прилетели когда-то из духовного мира, в соответствии со всеми религиями, по крайней мере. В разной форме это описывают, но это лично тоже мое убеждение. У нас очень сильно меняются сейчас министры. Мы с вами об этом говорили, вы это озвучивали, что да, будут смены, будут перестановки, перетрубации. Но вопрос будет очень-очень непростым. Ну как непростым? Странным. Потому что мы всегда говорим, что когда текучка кадров в компании, компания близка к банкротству, либо разорению, либо проблемам. Так вот, является ли постоянная текучка в Кабмине предвестником очень большой беды в стране? Нет, это просто текучка. Слушайте, опять мне залетела новая новость, что риск повторно заразиться вот этим штаммом выше на 74%. Господи, тут не поймешь. Тут вот так, тут вот так, тут вот так. Кого слушать непонятно. Я не знаю, но я могу сказать беспрашно. То есть у меня хорошая подруга, она 20-20 терапевт. Она говорит, сейчас болит все. Вакцинированный, невакцинированный, по первому, по второму, по третьему. Непонятно, как лотерея. То есть ничего не поймешь, к ХЗ. Поэтому, на что полагаться, рассмотрение непонятно. Ничего не поймешь. С газом перетрубации отопление уже начали включать. Где-то рвутся трубы, поэтому там временно отсутствуют. Но опять вопрос тарифов опять поднимается. Спекуляции не прекращаются. Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики. Проведет проверки. Ну, в общем, понятное дело, что работа ведется и так далее, и так далее, и так далее. Но рано или поздно может опять встать вопрос. И, скорее всего, он встанет тогда, когда уже ударят морозы. Потому что нужно будет больше тратить газа. И нужно будет по-настоящему уже отапливать, обогревать. И вот тогда может оказаться, что король-то голый. Денег-то реально нет. Их нужно где-то брать. И в платежечках могут циферки полететь. Ноябрь-декабрь. Давайте посмотрим, будут ли изменения существенные в платежках. Несущественные. Будут, но несущественные. У нас события галактического масштаба. Арсен Борисович Аваков дал интервью Гордону. Он появился в публичном поле, в информационном поле и заговорил. И от того, что он будет говорить, но уже не на должности, от того, как будут разворачиваться события, может все измениться вот так по щелчку. Но у меня для вас другой вопрос. Действительно, он задумал возвращаться на какую-то должность, проявлять свои амбиции. А до этого это была подготовительная стадия. Отдых. Он хорошо выглядит. Он похудел. Ну, видно, что с новыми силами в бой. Это великое возвращение Арсена Борисовича? Не, не великое возвращение Арсена Борисовича. Ух ты! Интересно. Кишка тонкая. Как-как? Кишка тонкая. У Арсена Борисовича? Ну, на великое возвращение только. Так-то нет, наверное. Так, я думаю, у него все в порядке с здоровьем. Параметры кишечника нормальные. Но вернуться на серьезные позиции не хватит всего. Препятствия ему. Ага. Ну, просто что-то крепнет убеждение, что это один из самых мощных и влиятельных людей страны. Поэтому... Ну, смотри, в шестой дом много препятствий. А, у него на пути очень много препятствий. Вы правильно? Я просто... Шестой дом много-много препятствий. Да, просто давайте более развернутый ответ давать. Потому что одному из самых влиятельных людей, который был министром ВВД, говорит, что у него кишка тонкая. Возвращаться обратно, ну, это опрометчиво. Там... Нет. Я объясняю в чем-то. Много-много препятствий. То есть, соответственно, есть ответы очень нескоро. Сложно. Ну, мало ли, естественно. Много-много препятствий с разных сторон. Угу. Вот это вот волшебство... Угу. Файзер. Для детей от 5 до 11 уже официально одобрено в США. Угу. Соответственно, я так понимаю, не сегодня-завтра уже будет и здесь это все. Будет ли это? Действительно ли пойдут на то, чтобы и детей туда же? Хотя до этого, вы уже помните, не было никаких ограничений, ничего. Детей это не касалось. Это касалось только взрослых. Не, не пойдет. Кстати, в Штатах там тоже по-разному. Там... Я не помню, кто за кого. Там, где Байденовские, вот эта партия, там Жискач. А там, где вот другая партия, там типа Майами творит. Там гулять не хочу. Там вообще ничего нет. Да вы что? У меня знакомая есть и там и там. Одна подруга хорошая, она в Майами, Флориде. Там ничего нет вообще. А другая из Нью-Йорка. Там вот... Я не помню, кто какие там, как называется. Вот там вот Байден и его вот эта партия. Там жуткий Жискач. Она даже подумает... Та знакомая подумает, чтобы перебраться во Флориду. Потому что там работать не надо. Вот так. Там все по-разному. А вот скажите, пожалуйста, по поводу будущего. Ведь вся астрология по факту, это не только настоящее и прошлое. Но это про будущее по большей части. Потому что многие люди, там, веками, столетиями хотели... Тысячелетиями хотели заглянуть в будущее. А есть пласт людей, которые боятся. Прямо говорят, не говори мне ничего, не надо. О, я боюсь знать свое будущее. Итак, есть два лагеря. Людей, которые ищут ответы на вопросы, что будет в будущем. И те, которые боятся знать и даже просят, не говори мне ничего, я не хочу. А есть даже те, от которых закрыто будущее. И вы, как астролог, знаете, что неизвестно ни время, ни дата рождения. И место-то не всегда можно узнать. Как вы считаете, как вы смотрите на эти вопросы? Нужно ли интересоваться, заглядывать наперед и так далее? Либо лучше этого даже не знать? Как кому комфортно? У кого соя чиста, тому фиолетово. Например, я не пользуюсь строгими личными самыми. Ну, живу по ситуации. Злостный сердце. Стараюсь. Если есть грехи, то сложно. Если есть страхи, то сложно. Все зависит от человека. То есть не надо заниматься мазохизмом. Кому как комфортно. Хотите обращайтесь, хотите не обращайтесь. Ну, делай выбор. Информативно. И на этой оптимистической ноте я благодарю вас. Юрий Алексеевич Миров сегодня у нас в гостях. Гуру, астролог, психолог и просто хороший человек. Спасибо вам большое, что вы были с нами. И я желаю вам, как всегда, мира, света, добра, любви, денег и множества-множества всего другого. Юра, я тебя обожаю. Всего хорошего, друзья. Пока-пока. Ну, и нашим зрителям мы тоже этого всего желаем, потому что, ну, когда мы видим ваши вопросы, ваши лайки, мы просто в восторге от вас. Спасибо большое. И до новых встреч.